Добрый день, приветствую вас у микрофона Владимир Сметанин со своим особым мнением сегодня в нашей студии Владимир Костин заместитель председателя законодательного собрания Кировской области впервые это словосочетание к вам Владимир можно сейчас применить Добрый день, здравствуйте координатор регионального отделения либеральной демократической партии России и руководитель соответствующей фракции ОЗС все правильно? все так руководитель, заместитель председателя координатор рек отделения и сразу же вам первый вопрос есть на сайте Кирова.ру напоминаю, что у вас и слушателей есть такая возможность задавать вопросы именно через сайт Александр интересуется Добрый день, Владимир в связи с вашим избранием заместителем председателя ОЗС будете ли вы продолжать руководить отделением региональным ЛДПР? Да, могу сказать только о своих планах я планирую перестать быть руководителем Кировского регионального отделения ЛДПР вам будет легче объявлять меня в эфир меньше должностей но это было бы правильно, справедливо поэтому в планах есть на ближайшем координационном совете сложить полномочия если коллеги поддержат, в том числе наши коллеги из Москвы то в ближайшее время у ЛДПР будет новый координатор То есть это ваше личное желание? с законом не регламентируется? нельзя совмещать эти должности? не регламентируется, но это было бы правильно и справедливо и к тому же есть определенные нагрузки по времени как минимум правильно расходовать свое рабочее время было бы резонно сейчас отказаться от должности координатора что я и сделаю в ближайшее время хорошо ясно, еще раз напомню, что вы стали третьим заместителем третьим по счету, да, заместителем председателя ОЗС на прошлой неделе на пленарном свидании ОЗС принято это было решение, сейчас вы выливаетесь, процедурные вопросы нужно решать и так далее, кабинета пока еще своего нету, но будет, но пока у нас с кабинетами это Герман Гончаров и Роман Детов, заместители да, работающие уже непосредственно, я надеюсь, что в ближайшее время я понимаю, что вы уже, да, и ваши коллеги комментировали эту инициативу, но все-таки как она возникла и что вы в нее вкладываете, именно третий да мы не говорили о необходимости третьего заместителя да, спикера, мы говорили о том, что фракции в законодательном собрании должны быть представленными своими представителями работающими освобожденно, то есть на профессиональной основе, кто это будет там, заместитель председателя первый, второй, третий, руководитель комитета, неважно вот сейчас есть аппарат законодательного собрания, который трудиться должен для всех депутатов законодательного собрания, которые вносят инициативы, естественно, учитывая, наверное, все опыт, учитывая мнение своих избирателей и так далее вот сейчас аппарат законодательного собрания трудится в целом на тех людей, которые работают на штатной основе и подчиняются понятно кому, председателю законодательного собрания говорили, что подобная система не позволяет всем депутатам работать эффективно, потому что у нас очевидно бывают противоречия, они уже сейчас все видны мы не всегда сходимся во мнении с председателем и для того, чтобы у нас был свой такой оплот сопротивления да, чтобы мы могли вносить свои инициативы в том виде, в котором мы их обсуждаем с избирателями в аппарате должны быть люди, которые нацелены на внесение этих инициатив нами то есть люди, которые работают вместе с нами поэтому была необходимость внесения инициативы о штатной должности вносила ее ваш коллега Ольга Сокченко на самом деле, да, там вносили несколько депутатов фракции ЛДПР, вносили депутаты фракции ЛДПР в том числе, да, депутат Сокченко но она тоже претендовала проголосовали большинством за вас да, ее предложили фракция коммунистов предложила Сокченко в качестве альтернативной кандидатуры да, голосование было альтернативным ну раз уже упомянули про коммунистов для коммунистов, как сказал руководитель фракции Сергей Мамаев это было неожиданностью он назвал случившееся несправедливость конечно, это несправедливость с моей точки зрения если мы вернемся к прошлому в 2011 году у нас было 10 мандатов как же у справедливой России, как у ЛДПР всего 5 когда начались переговоры и было подписано пакетное соглашение им было не положено поставиться спикером но они тогда получили, хотя Единая Россия была против Сергей Павлович ни в коем случае не разделяю позицию о том, что депутаты любой фракции может быть даже те, которые в его фракцию не входили, должны работать только если у них есть какая-то штатная должность то есть вот тот год, который прошел год работы Законодательного Собрания вот этого созыва фракция ЛДПР работала без депутата который бы штатно проводился в ЗАГС Собрания но это не помешало фракции ЛДПР вносить свои инициативы отстаивать интересы граждан, которые в партию и к депутатам обращаются сейчас такая же история с представителями других партий если кто-то считает, что необходимо менять структуру Законодательного Собрания они могут это делать нам сейчас будет проще я имею в виду фракция ЛДПР но и предыдущий год мы работали если посмотреть по количеству законопроектов количество инициатив, которые родились в результате работы с гражданами фракция ЛДПР на втором месте ну очевидно, кто в большинстве а если поделить количество инициатив на депутатов фракционных не исключаю, что ЛДПР займет первое место то есть нужно просто активнее работать с гражданами простой пример без разницы в каком статусе я бы вчера в любом случае был на собрании обманутых дольщиков по чуть ли на три и собственно там и был вчера подождите, я правильно понял регламент, правила еще позволяют вводить дополнительные штатные должности или нет все-таки? доложи заместителя председателя закон сейчас говорит о том что есть три заместителя председателя но до предыдущей пленарки их было два то есть если будет обоснована необходимость введения новой ставки это сделать можно другое дело, что вот конкретно по заместителям председателю в конфигурации, когда мы их увеличиваем необходимости скорее всего нет и когда мы обосновывали опять же необходимость принятия решения именно в том виде то есть появление третьего зама как сейчас говорят мы предлагали упразднить те три ставки которые заранее в 27 июля мы принимали это ставки заместителя председателя комитета которые ну совершенно с непонятным функционалом присутствуют то есть вроде бы как есть но ставки ради того, чтобы просто люди работали освобождены будет ли такая работа эффективной уверен нет имеет ли место справедливое высказывание о том что якобы это такая тенденция идущая от федерального центра что представители оппозиционных партий тоже должны занимать штатные должности мы говорили уже про 2011 год Владимир упомянули что в 2011 году все представители фракции были заместителями председателя да конечно я уже говорил так работа строится эффективней когда у вас есть рычаги вы можете их использовать можете и не использовать то есть избиратель опять же оценил работу всех фракций голосуя в 2016 году сейчас рычаги были только у одной фракции у той, которая имеет большинство в законодательном собрании у Единой России говорили о неком представителе от оппозиции мы не говорим, что сейчас появился представитель ЛДПР двери открыты более того, это не представитель оппозиции это представитель избирателей то есть любой депутат может налазить сотрудничество в том числе Сергей Павлович двери открыты, пожалуйста что касается федерального тренда на прошлом заседании Государственной Думы когда только стартовала осенняя сессия когда депутаты вышли из каникул господин Неверов представитель Единой России обозначил, что выборы прошли это не значит, что большинство победившее на выборах должно там узурпировать власть и нужно полномочиями поделиться с представителями оппозиции чтобы эти самые представители оппозиции могли реализовывать все те планы все те обещания, данные избирателям которые, собственно, в предвыборный период были сделаны и не исключаю, что в том числе коллеги в Кирове этот посыл услышали и на самом деле позиция правильная об этом говорили представители всех парламентских партий в сети я наткнулся на днях на одну из дискуссий что я помню, кто меня затеял но вас там чуть ли не в предательстве обвинили ну вот, штатную должность теперь получили ближе теперь будете к партии власти и так далее сотрудничать во главе угла стоят интересы избирателей и правильнее говорить, что от этого получат избиратели говорить сейчас, что они получат там далее по списку преждевременно давайте дадим поработать хотя бы год то есть структуре, которая там образовалась с третьим заместителем с еще одним заместителем и посмотрим просто, кто работал эффективно, кто нет и была ли возможность у партии ЛДПР появилась ли возможность работать эффективнее то есть вот оценим работу и после этого будем принимать какие-то решения а к вопросу о предательстве ну всегда должен быть здравый смысл если городская дума принимает решение, что представитель оппозиции представитель партии Справедливая Россия получает вострик, Александр да, должность заместителя главы города ну это правильно, это безусловно правильно если представитель ЛДПР получает должность руководителя комитета кстати, вот там не нужно тоже искать черную окошку в темной комнате должность, по крайней мере для представителей ЛДПР не оплачивается да, и нет битвы за какие-то там ковришки есть действительно битва за возможность эффективно работать давайте эту эффективность оценим спустя год, может быть больше особое мнение Владимира Костина вы слушаете, вице-спикера законодательного собрания Кировской области координатора рекодельни ЛДПР мы продолжим через минуту продолжаем нашу беседу вы уже, Владимир, успели заявить на чем сосредоточьтесь в должности вице-спикера в нашем региональном парламенте прям процитирую из новости, размещенной на сайте СЗС вопрос, который требует первоочередного решения сказали вы это дольщики и транспортное сообщение в районах Кировской области ну и, конечно же, вопрос все реже КХ давайте по порядку пойдем дольщики дольщики, да, уже сказал проблема сейчас прирастает, как снежный ком новыми действительно очень активно обманутыми дольщиками в этом году звучит эта тема? тема звучит активно, потому что дольщиков становится больше и больше там, кстати, невеселые прогнозы есть уже есть специалистов, насколько это реально уже упомянул да, уже упомянул, что вчера присутствовал на собрании дольщиков Чуринская 3 по проекту должно стоять два дома срок сдачи третий квартал семнадцатого года один стоит, по-моему, там сейчас девять этажей из запланированных двенадцати второй из четырнадцати которые почему-то там стали четырнадцатью хотя по проекту было двенадцать не заметили немножко перевесел второй отсутствует полностью там только-только, значит котлован говорить о том, что строительство будет закончено в срок не приходится более того тот же самый застройщик УК Виктория не сдал еще ряд объектов на Преображенской на Гороховском то есть вот эти все люди в ближайшее время могут стать обманутыми дольщиками говорю очень осторожно могут стать потому что естественно пока у застройщика еще есть время исправиться но что-то подсказывает что застройщик этим шансом не воспользуется вчера было очень много людей люди действительно обеспокоены но пока они не обманутые дольщики и вот поэтому и говорю что проблема совсем скоро будет настолько актуальной что дай бог иметь ресурс ее решить не имеют статус обманных дольщиков поясните срок задачи дома еще во-первых не подошел а вторая возможность есть у застройщика попросить отсрочку еще 180 дней эти люди не будут считаться обманутыми дольщиками хотя вряд ли строительство будет вестись в это время то есть да мы отсрачиваем эту историю по появлению новых людей которых можно считать обманутыми дольщиками но проблема от этого не решается а там истории людей распространенные как мы привыкли то есть взятая ипотека безусловно взятая ипотека жилье на съемной оплата и ипотеки и съемной дети более того те люди уже оплатили страховку тот закон который принимался в конце 15 года о том что нужно рынок обезопасить и ввести страхование обязательно объектов долевого строительства а закон в итоге не работает а люди страховку оплатили то есть когда слышишь порой историю о том что дольщики сами виноваты когда взяли какое-то на себя для обязательства строить эти квартиры но в очередной раз да привет от государства в очередной раз привет от чиновников которые что-то там не додумали не доработали сейчас эти жители полностью будучи уверенными что ну сейчас то наконец проблема дольщиков решена мы же страховку оплатили подписали договоры долевого строительства и в итоге сейчас на грани того чтобы стать обманутыми дольщиками вопрос который сложный и уверен что завтра его не решить но если мы сейчас просто это пустим на самотек у нас будет там больше тысячи наверное обманутых дольщиков ваши дальнейшие действия именно по этим людям адреса которые вы привели упомянули очевидно что во-первых необходимо исправлять существующее законодательство первые ласточки полетели на прошлом пленарном заседании закон собрания мы поправки в закон но эти поправки в закон не на всех дольщиков которые сейчас есть и которые еще появятся в понедельник с автором законопроекта Роман Мактитовым мы подробно говорим речь идет напомню о том чтобы дома в высокой степени готовности они достраивались уже другим подрядчикам взамен земельного участка да предоставляемому либо возможности изменить планировку дома что-то там допустим надстроить и так далее то есть вы не совсем согласны с этим предложением я согласен что вот эти меры помогут но не всем опять же вот что делать людям которые покупали квартиры в доме вместо которого сейчас есть недорытый котлован говорить о высокой степени готовности не приходится двойные продажи никуда не делись у нас вот по этим же адресам есть факты двойных продаж да правоохранители разберутся да наверняка как его надо накажут но не факт что у организации застройщика будет что взять чтобы вернуть этим людям в качестве компенсации далеко не факт но хорошо человек ответственный получит возможный уголовный срок хорошо фирма будет объявлена банкротом когда будут пытаться из нее что-то выжать окажется что на счетах но деньги опять ушли непонятно куда что делать людям ну наверное требовать государства да куда пойдет нагрузка на бюджет и вот здесь резонно слышать тех кто говорит ну мы-то квартиры не покупали почему мы должны их оплатить ситуация патовая по крайней мере сейчас поэтому вот те как уже сказал первые ласточки по изменению законодательства действительно первое и менять законодательство нужно во-первых уже все-таки поставить жирную точку в вопросе обманутых дольщиков и прекратить владеть обманутых дольщиков потому что подчеркну виноваты не те люди которые взяли вот таким образом приобрели жилье виноваты те люди которые позволили нерадивым застройщикам выйти на рынок и да здесь есть позиция монопольной службы которая говорит если мы вдруг оградим участников рынка маленьких от участия в вопросах древнего строительства а только доверим крупным то мы нарушим законы конкуренции да конечно ну а вот дать сейчас возможность этим мошенникам работать и владеть обманутых дольщиков вы ничего не нарушите нужно здесь все-таки основываться на здравом смысле ну а кстати там же еще изменения в федеральном законодательстве да грядут в этой сфере что дает собственно тоже право надежду некуда ситуация изменится надежду да но тем не менее сейчас нужно проблему дольщиков решить у нас есть там порядка трехсот семей которые уже сейчас да испытывают эту проблему их будет еще больше и что с ними делать пока четкого плана я лично не видел да и хотелось бы совместно с профильным министерством этот план подготовить и если уж мы через крик выделяли бюджетные деньги для того чтобы как тогда говорили раз и навсегда решить проблему обманутых дольщиков то ее сейчас то нужно решить все таки раз и навсегда не исключая что опять таки за счет бюджетных средств а по новому Сергею как занимается развивается ситуация новая все таки вы встречались и Кирилл Игоревич встречался более того люди митинговали устраивали одиночные эфиры эфиры у нас здесь были одиночные пикеты сочувствуем конечно предложение которое было сейчас на базе законодательного собрания создать рабочую группу и перегласить туда всех обманутых дольщиков чтобы по каждому проблемному объекту получить четкий план как из состояния обманутых дольщиков мы людей переведем в состояние счастливый обладатель собственной недвижимости при всем при этом есть масса тоже злоупотреблений и тоже нужно упаси Господь бюджет оградить от тех кто в качестве инвестора выступал покупал там три десятка квартир а сейчас обманутые дольщики требуют свое хотя бы с бюджетом ни в коем случае инвестор не должен здесь получать какие-то гарантии от государства инвестируешь имеешь риски это уже бизнес а когда покупаешь для себя недвижимость живешь на съемной с двумя детьми извините это уже социальная ответственность поэтому бюджет должен защитить тех кто пострадал и тех кто в этой защите нуждается а не тех кто решил сэкономить за счет других людей когда состоится уже предположительно я надеюсь что до следующего пленарного заседания мы эту рабочую группу заберем было взаимное понимание того что эта рабочая группа необходима решение о том что мы ее создаем пока сроков не обозначали с коллегами консультации проведем надеюсь что до следующего пленарного заседания мы соберемся давайте оставшись три минуты до рекламы все таки еще осветим сферу ЖКХ в которой вы свои усилия намерены прилагать сферу транспортного сообщения потому что у нас еще много других да 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 сфера ЖКХ ну коротенечко двойные платежки которые у нас есть как минимум в Котельничино-Линске и Зуевке в этих районах никуда не делись проблема еще до сих пор не решена хотя люди мы уже об этом тоже говорили люди получили квитанции за услугу которую фактически не получали есть решение суда что они эти платежки должны оплатить есть понимание как будто бы понимание кто виноват в этой ситуации местные чиновники которые разрешили отключаться от центрального теплоснабжения но нет решения для людей кто сейчас оплатит им эти платежки ну наверное там за продукт который вы в магазине не получали вы платить не должны да если там с примером про магазин все понимают то с примером про теплоэнергию никто не понимает законно ли было это решение незаконно люди услугу не получали почему они должны платить то есть этот вопрос крайне важно решить в пользу людей не в пользу тех кто ресурсы поставлял или не поставлял в пользу людей что касается транспортного сообщения проблема не только в Кирове вы прекрасно знаете что идет сейчас разбирательство по факту там заправки автобусов печным топливом в городе Кирове ВТП вы имеете в виду да 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 ВТП тема которая звучит уже много месяцев да и предприятие которое должно приносить доход в бюджет оно почему-то работает убыточно почему работает убыточно когда еще и на солярке экономят есть ли там какой-то злой умысел и чей-то криминальный интерес наверное да правоохранительные органы ответят что касается районов области многие населенные пункты лишаются последней возможности выехать даже в районный центр естественно в районах перевозки убыточны потому что когда идет автобус и везет из пункта в пункт за условные 40 километров двух людей он не может быть прибыльным либо он будет безумно дорогой людям будет выгоднее доехать на такси что в этой ситуации делать ну что называется выравнивать если есть маршруты которые приносят доход то они должны этот доход в том числе отдавать тем маршрутам которые дохода не приносят как правило те предприниматели которые осуществляют перевозки заинтересованы получить доход и не заинтересованы что логично нести убытки а это разные люди зачастую естественно одному делиться с другим ну наверное не резон как предпринимателю а тема нелегальных перевозок из районов области она вам интересна? это все туда же это все туда же прекрасно знаете ситуацию ты приходишь в районном центре к автовокзалу и тут же тебя хватает перехватывают поехали с нами там же люди не привыкли спрашивать а если у тебя разрешили не нужно в районном центре приходить к автовокзалу можно прийти к автовокзалу в областном центре и вся та же история здесь есть и могут знаки поставили они все равно могут здесь люди стоять так скажем без разрешения скорее всего нет более того когда водитель находится в здании автовокзала его оттуда никто не выгоняет возникают вопросы он там не с согласия стоит а не заплатил ли он за то что он здесь стоит да и оплатит ли он налоги все ли у него с лицензией в порядке то есть вопросов массы конечно нужно наводить в порядок так давайте я озвучу нас слушают присылают вопросы второй месяц нет горячей воды в юго-западном районе например дом 54 проспект строителей когда прекратится безобразие возьмите на заметку да обязательно просто сейчас мы пока мы здесь общаемся мы в онлайн режиме к сожалению не сможем позвонить куда-то почему нет воды согласен у меня вопрос прозвучал 54 дом проспект строителей реклама у нас сейчас будет Владимир Костин зампредседателем областного заксобрания и координатор рек отделения ЛДПР мы продолжим через минуту продолжается особое мнение Владимира Костина зампредседателем областного заксобрания координатора рек отделения ЛДПР а кстати да вы высказали да в начале нашей беседы намерение о том что вы хотите сложить полномочия будете вопрос об этом ставить а координаты ой простите координаты кандидаты на пост руководителя о кандидатах пока говорить преждевременно естественно мы проведем консультации с нашими коллегами и в Москве и здесь с коллегами определимся кто бы мог возглавить рек отделения пока говорить рано тогда другой вопрос кем будет заполнена ниша образовавшаяся фракция ЛДПР в ОЗС теми депутатами теми Татьяна Веселова сейчас руководить будет фракцией ЛДПР в Городуме Виктор Бушмилев да ушел по собственному желанию там было сказано что в связи с переездом другой регион ну там не совсем в связи с переездом но да Виктор Бушмилев фракцию тоже покинул всего напомню 8 человек в соответствии с законом все те кандидаты которые имеют право вакантные мандаты замещать и будут их замещать то есть кто следующий по списку тот и будет ну можем уже озвучить как начало ну я думаю что там об этом тоже нет об этом должен сказать избирком все согласно процедуре хорошо у нас эта неделя одна из главных тем это появление нового главы города безусловно Елена Васильевна Ковалева была большая надежда большая надежда безусловно в нашей студии была и мы каждого гостя особого мнения конечно же спрашиваем о том какие надежды он питает по поводу нового главы какие оценки какие прогнозы вы не исключение вопрос какие надежды какие надежды большие большие надежды ну мы во первых тут конечно же с коллегами обсуждали естественно коллеги которые работают в Кировской городской с коллегами принимали решение поддерживать ли кандидата на должность главы города или нет будут голосовать да будут голосовать за или против коллеги поддержали Елена Васильевна как раз таки потому что есть большие надежды что у нас ситуация в городе поменяется то что было за последние 10 лет возьмем это же ЖКХ отсутствие горячей воды нечищенные зимой а порой и летом дворы и тротуары да там грязная ситуацию с муниципальными предприятиями когда мупы вместо того чтобы приносить доход с оборотами под миллиард либо приносят доход в виде миллиона рублей либо работают вовсе в убыток да и только ли это в управлении мупов дело наверняка не только естественная надежда что Елена Васильевна мало того что разберется с несуществующей ситуацией или по крайней мере даст возможность разобраться тоже АТП тот же транспорт городской ну если сейчас еще затянуть то те 10 миллиардов которые у нас в бюджете есть 10 даже с хвостом нам никогда не израсходовать эффективно и всегда мы будем получать нечищенные тротуары все к этому в итоге привыкнут и будут очень удивляться когда вдруг кто-то сможет найти деньги в бюджете чтобы к примеру почистить зимой дворы да ведь все же в Кирове живущие представляют что зимой происходило по крайней мере последние 3 года по крайней мере прошлой зимой да а позапрошлой если вспомнить если в памяти покопаться не было лучше просто это уже было позапрошлой зимой да надеемся что вот эта ситуация изменится потому что повторюсь деньги в бюджете городском есть и когда кировские чиновники единственной причиной почему у нас так плохо говорили нет денег да надо просто посравнивать ну и на ту же погоду становятся мы не ожидали что будет так снежно так морозно бывает такое ну это же все отговорки все же прекрасно понимают но когда там тот же Симаков который за благоустройство и транспорт отвечал вместо того чтобы получить по шапке за допущенные промахи уходит на повышение замом главы администрации это правильно нет это неправильно и я надеюсь что те кто сейчас пришел в кировскую городскую думу во-первых дадут правильную оценку происходившему ну и для того чтобы происходящее жители кирова устраивало во-первых кадровые решения произведут именно такие которых жители города кирова ждут то есть назначат профессионалов которые способны отвечать во-первых вызовом погодным бюджетным а во-вторых строго будут спрашивать потому что без контроля даже профессионалы порой могут зазеваться и допустить кучу промах на это и рассчитываем одно из сделанных Еленой Васильевной заявлений касается того что она хотела бы и будет добиваться того чтобы городом работала как единое целое и депутаты забыли о своей противной принадлежности в первую очередь люди народ избиратели наказы абсолютно абсолютно принимается да и когда мы с вами говорили про законодательное собрание про должности для оппозиции вообще вопрос откуда возник об этом конечно же никто не скажет но когда представители нашей фракции вносят какие бы то ни было законопроекты да они либо стопорятся на стадии внесения и принятия хотя все формальные процедуры соблюдаются либо отклоняются и потом с какими-то поправками да там как коллеги говорят мы поправок внесли 90 процентов там не всегда более того часто это соответствует действительности с небольшими поправками этот же закон на следующем пленарном заседании принимается да ради бога не жалко мы готовы делиться инициативами но просто когда так жутко отсекаются все те предложения которые вносятся просто здравые депутаты не говоря о партийной принадлежности мы сами вынуждены говорить кто предложение выносил кто голосовал против и кто сейчас поддерживает то есть это нелогично надеюсь в гурдоме этот вопрос в принципе не возникнет и депутаты действительно будут ориентированы на интересы избирателей все ходили встречались с избирателями получили наказы эти наказы нужно сейчас реализовать жители города не ждут политической какой-то борьбы жители города ждут реальных решений если будут почищены дворы без разницы кто их почистил как представитель какой партии если у нас будет налажен вопрос контроля вопрос организации городского хозяйства не будем мы вспоминать о том кто эти люди которые там это все сделали мы просто скажем спасибо ну и не за горами момент когда у Кирова будет новый глава администрации ходят слухи что вопрос уже решен вы слышали я слышал фамилию человека который мог бы возглавить администрацию и озвучите Шульгин конечно она уже год звучит много кто озвучивал почти что год Илья Вячеславович опять же в тандеме с Еленой Васильевной Ковалевой мне кажется могли бы работать весьма эффективно по крайней мере я на это надеюсь если говорить о том поддерживаем там эту кандидатуру или нет да мы поддерживаем по одной простой причине сейчас можно сколько угодно долго говорить сейчас это звучит варяг не варяг искать какую-то бэкграунд историю где справлялся не справлялся надо дать возможность человеку поработать здесь никакой политики здесь абсолютно моменты которые связаны с хозяйством ну и пусть по хозяйски два человека глава города и глава администрации зададут тренд а дальше уже чиновники администрации и депутаты этот тренд должны подхватить если все это будет сделано то уверен Киров с 10-миллиардным бюджетом может эффективно развиваться насколько вы считаете город администрация должна быть почищена после всего принятия этих решений и глава города будет и глава администрации ревизия кадров безусловно должна быть проведена все эти ну я назвал сегодня Симакова я уверен что там есть много людей тот же Кашурников который там сейчас вопросы ЖКХ курирует начальник управления ЖКХ наверняка должен рассказать почему те или иные решения принимались почему у нас там управляющая компания Ленинского района работает вот так а не как-то иначе что с поверкой счетчиков вот если на все эти вопросы человек ответить наверное расскажет о планах работы организации почему она убыточная может ли она быть безубыточной что для этого нужно сделать и так далее тогда наверное человека стоит оставить на своем месте и дать ему возможность работать дальше может быть там ему не позволяло неправильное руководство им неправильно им руководили неправильные задачи ставили а человек профессионал знает как сделать хорошо почему нет но если вдруг человек не сможет ответить на эти вопросы более того вскроются факты свидетельствующие что человек делал может быть там умышленно что-то что препятствовало организации работать эффективно или не умышленно но оставлять такого человека наверное бессмысленно так и еще чье существование вы ставите под вопрос а я бы для примера сейчас привел фамилии которые явно ответственны за происходящее наверное стоит спросить с управления благоустройства и транспорта с человека который отвечал за благоустройство в отделе благоустройства за транспорт в отделе транспорта Симаков нынешний Симаков да то есть вот со всех этих людей наверное нужно спросить не наверное я уверен что вопросы депутаты городской думы должны задать получат ли они ответы которые их устроят вопрос второй будут ли приняты кадровое решение после этого вопрос третий потому что Симаков который Симаков который предыдущий вот такая ситуация сложилась у нас просто покатав по непроезжим тротуарам коляску по сути никакого наказания не понес за то что в сфере его видения порядок не наведен но это неправильно и если мы сейчас оставим этих же людей отдав им второй шанс где гарантия что они справятся где гарантия что они опять не скажут плохо работаем потому что у нас нет денег если у вас нет денег вы тогда не заступаете на эту должность то есть вот четко мне кажется депутаты должны сейчас при принятии решений если они будут влиять на эти кадровые решения задать вопрос а вы считаете что в бюджете Кировской области денег достаточно для того чтобы изменить ситуацию к примеру с очисткой дворов к лучшему если человек говорит нет не считаю что там достаточно он должен либо сказать эти деньги взять либо просто не заступать на свою должность вот тогда мы наверное не получим положительное ясно пара минут у нас Владимир остается по минуте наверное так распределим хочется услышать вашу позицию обозначить ее пожалуйста во первых по поводу новой команды областного правительства во вторых по бюджету Кировской области общественное слушание состоится завтра вот так кратенько по команде уже сказал на примере Гордумы я считаю что необходимо людям дать поработать да ну очевидно что губернатор заявлял план в ходе избирательной кампании план развития региона сейчас мы про областную про областную правительство да 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 я на примере Гордумы надо дать людям поработать здесь такая же история надо дать людям поработать но через год люди должны отчитаться что вот в рамках той программы которая была намечена удалось сделать то 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 не удалось сделать то 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 ответить на входящую повестку то есть жители наверное свою оценку дадут что у нас здравоохранение есть ли перемены к лучшему что у нас с дорожной отраслью есть ли перемены к лучшему и после этого судить о том как люди работали и может быть принять кадровые решения но сейчас говорить что там условный там иванов или петров не справится преждевременно губернатор был избран он формирует свою команду если не дать ему сейчас команду сформировать то смысл потом с него спрашивать ну очевидно человеку работать проще с теми кого он знает в ком он верит хорошо не рубим с горяча ждем что касается бюджета общественное слушание правильно завтра есть вопросы по бюджету ну традиционно лдпр да без вопросов более того вопросы эти я надеюсь там удастся задать еще до завтрашних слушаний и получить на них ответы бюджет имеет профицит вот опять же сейчас то что я видел бюджет профицит это удивляет это либо изменение взаимоотношений с федеральным центром либо мы почему то в следующем году начнем меньше тратить больше зарабатывать вот выберите свой вариант в противном случае профицита он нам не получит заинтриговали заинтриговали общественное слушание да будем слушать задавать вопросы конечно спасибо большое Владимир Костин зампредседателем законодательного собрания Киевской области координатор регионального отделения ЛДПР особое мнение на этом завершается всего доброго да спасибо вам до свидания